Польские фермеры снова заблокировали пограничный переход между Германией и Польшей в знак протеста против сельскохозяйственной политики Европейского Союза и украинского беспошлиного импорта. Они также блокировали другие шоссе по всей стране. «Теперь только от польского правительства зависит, как долго мы будем здесь стоять. Мы в отчаянии. Приближается август, урожай будет поступать, но силы сыполны. Что нам выращивать, тогда мы не знаем, какой урожай окупится». Фермеры в Польше и других странах ЕС в последние месяцы протестовали, требуя повторного введения таможенных пошлин на импорт украинской сельхозпродукции, которые были отменены около двух лет назад. Они говорят, что украинские фермеры наводняют Европу дешёвым импортом, что делает их неконкурентоспособными. В среду ЕС достиг предварительного соглашения о продлении беспошлиного доступа украинских производителей продуктов питания на свои рынки до июня 2025 года, хотя и с новыми ограничениями на импорт зерна. Лидеры польских протестующих заявили, что недовольны сделкой. По их словам, она в качестве ориентира для ограничений на импорт использует последние несколько лет. А они хотят, чтобы квоты основывались на цифрах того периода, когда импорт был намного ниже. «Многие из нас задаются вопросом, имеет ли вообще смысл возделывать эти поля, потому что для нас это дополнительные расходы». Тем временем чешские фермеры также заблокировали пограничный переход в соседнюю Германию, присоединившись к коллегам из Польши и других стран. Фермеры по всему ЕС также призывают к изменению ограничений, наложенных на них планом ЕС «Зелёный курс» по борьбе с изменением климата. Кроме того, они недовольны, что тратят много времени на оформление документов и бюрократию.